Музыка Я давно начал с школьных лет интересоваться историей нашего города и, наверное, самый такой загадочный объект всегда был наша Дубайплская крепость учитывая, что в начале 90-х годов это был закрытый объект и поэтому всегда, как наш мальчишек он всегда манил перелезть через какие-то заборы походить по запретным территориям ну, к тому же, один из одноклассников жил на территории крепости и подпитывал наши интересы к этому полусекретному объекту Благодаря учителям истории в школе мы стали изучать более подробные региональные истории истории родного города, края и, ну, вот потихонечку эта история вся втянула И уже в университете, получив образование историка меня пригласили в городское самоуправление заниматься проектами по сохранению и развитию Новгородпилской крепости поскольку такого, какого-то конкретного координатора или отдельного человека кто бы этим и занимался в городе не было и так, я уже остался в самоуправлении работаю здесь уже 11 лет и, в принципе, ну, за это время реализовано много интересных, красивых главное, нужных проектов по развитию нашей, как считается, жемчужины города Действительно, это такой объект с очень большим потенциалом как развитие туризма, культурного направления и, наверное, в странах даже Балтии другого такого объекта просто нет Нам в детстве можно было заходить только на жилую, так называемую, зону где проживали семьи офицеров и преподавателей училища и единственное, что нам было еще доступно это наружные укрепления это полуразрушенные валы или какие-то другие полевые укрепления где, ну, нам можно было ползать поэтому вот это представление о рвах о высоких стенах, о кирпичных сооружениях ну, вот оно вот в памяти врезалось и, наверное, только после присоединения Латвии к Европейскому Союзу после того, когда мы научились осваивать европейские фонды и начали привлекать европейские структурные фонды в том числе на объекты, которые находятся в крепости на развитие культуры и объектов туризма ну, тогда вот эта вот уже вера какая-то, видимо, пришла что действительно мы можем своими силами своими знаниями создавать новые интересные объекты и попытаться сохранить то уцелевшее наследие, да, на территории крепости потому что территория крепости громадны учитывая, что площадь нашего города 72 квадратных километра вот больше, чем 2 квадратных километра, это крепость, все то есть это значительная часть нашего города и комплекс расположен на левом, на правом берегу реки Даугова то, что многие воспринимают как укрепление времен Ивана Грозного в районе Кольца Третьего трамвая, это тоже часть крепости на левом берегу современная тюрьма, это тоже часть крепости земляные укрепления возле озера Шуню, это тоже все входит в фортификационный комплекс нашей крепости это не только та часть, в которую все привыкли там въезжать в центр Ротка или что-то вокруг крепостного парка, в крепость, в комплекс крепости входят 80 зданий внутри, это внутренняя застройка только крепости, но вокруг находятся, наверное, более уникальные фортификационные укрепления, это и защитный вал, защитный ров, различные бастионы, укрепления, земляные укрепления, выложенные из кирпича и камня, и вот, к сожалению, они находятся в таком плачевом состоянии с каждым годом, с каждой весной мы констатируем, что, ну, все больше и больше они разрушаются, и вот, к сожалению, привлечь европейские фонды на вот восстановление вот этих вот объектов достаточно сложно. Вообще, надо сказать, что развитие всего города наверняка связано с, в первую очередь, с началом строительства, на Геннадбургской тогда крепости. Все началось в 1810 году, в преддверии конфликта с Наполеоновской Францией, и тогда задумались о строительстве крепости, которая бы защищала бы направление на Санкт-Петербург, в то время столицу Российской империи. До этого уже тоже очень много военачальников, государственных мужей задумывались о том, как укрепить границы, западные границы Российской империи, и уже в конце XVIII века было констатировано, что между Ригой и Киевом, в принципе, нет укрепленных таких пунктов, которые могли бы служить военными базами, которые могли бы защитить в случае чего нападение на Российскую империю с Запада. И поэтому уже тогда было принято решение о строительстве дополнительных укреплений, в том числе крепости в Дзинобурге. До этого, до начала строительства крепости, это был небольшой городок с количеством жителей, не превышающих 2000 людей, такой заштатный, в принципе, здесь ничего не было, ничего не развивалось, в основном деревянные строения. Надо сказать, что тогда город находился именно на той территории, где сейчас находится крепость. И то, что все привыкли видеть микрорайонами города, то, что привыкли называть историческим центром города, на самом деле это все новые строения, так называемые форштаты крепости, которые начали развиваться уже после того, как основной комплекс крепости был построен, именно как пригороды. то есть крепость находится там, где был исторический центр города. И можно сказать, что крепость – это сердце, это тоже исторический центр нашего города, с которой началось развитие города в таком виде, в каком мы сейчас привыкли его видеть. То есть, ну, представьте, одновременно на строительство крепости было задействовано около 10 тысяч солдат. В строительстве участвовали местное население, торговцы, купцы, крестьяне. Это была такая стройка достаточно серьезная. Всем властям и всем местным помещикам под стражающим приказом было указано помогать во всем строителям крепости. И вот за два года ударные стройки должны были завершить строительство, чтобы поставить преграду, скажем так, французской армии на пути к Санкт-Петербургу. Как известно, крепость не была завершена, но тем не менее в июле 1812 года смогла отразить множественные атаки французской армии, за что была прозвана храбрым гарнизоном. В 2000-х годах был сложный период, когда государство и самоправление не могло бы делить, кто за что будет отвечать, и кто-то перенимал, кто-то отказывался от какого-то недвижимого имущества. Пока, наверное, в начале 2000-х не появилась идея о создании Центра Искусства имени Марка Ротко. Наверное, это вот самый такой краеугольный камень, с которого началось развитие. Должен был быть вот этот первый толчок, первый импульс, который привлек бы внимание и на котором, в принципе, была бы потом выстроилась вся эта конструкция дальнейшего развития крепости. Должна была бы такая была быть суперидея, супермагнит, суперобъект, якорный объект, вокруг которого, наверное, потом был бы смысл делать что-то дальше. Поэтому, когда поверили в идею создания Центра Искусства имени Марка Ротко, когда появились европейские фонды, были написаны проекты, были защищены и уже подтверждены, наверное, тогда уже появилась надежда на то, что не все потеряно и что, в принципе, в крепость что-то можно сделать, в крепость можно вкладывать. Уже сейчас в инженерном арсенале, это возле Александровских ворот, ведутся строительные работы, уже посетители могут видеть, что у здания нет крыши и выглядит это достаточно необычно. Там планируется создать музей техники и индустриального дизайна. В марте планируем начать строительные работы по реставрации большого порохового склада в районе седьмого бастиона, это напротив уже действующего центра Марка Ротко. Надо сказать, что в крепости было три пороховых склада и осталось только два. И этот склад самый большой, он очень интересной конструкцией, внутри сделан такого типа термоса помещение, вокруг которого идет галерея и даже в советские времена в этом здании были созданы ванны для соления овощей и квашеной капусты, но мы планируем часть из них тоже оставить для экспозиции. В принципе, в течение двух лет будут созданы два новых серьезных объекта туристических и культурных, которые, как мы и надеемся, будут способствовать дальнейшему развитию туристического потока крепости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok